Проверить уровень сахара в эти дни можно не только в Центре здоровья, но и на Театральной площади. В понедельник в Киров приехала мобильная лаборатория. В обычном грузовике оборудован диабет-центр, где можно проверить кровь на сахар и измерить давление. С самого утра на Театральной площади выстроилась очередь. Желающих посетить мобильный диабет-центр набралось немало. А Левтина Гундурова приехала сюда с другого конца города. Говорит, давно беспокоит повышенное давление. А это один из признаков диабета. Да как тоже болеть-то? Никому не хочется. Просто узнать, есть ли это или нет. Да уже. Соответственно, конечно, и на лечение уже назначат. Стоять в очереди Алифтине Афанасьевне пришлось дольше, чем проходить обследование. Внутри автомобиля оборудована мини-больница. В одном кабинете проверяют кровь, в другом измеряют давление, в третьем – индекс массы тела. У Алифтины Гундуровой показатели в норме. Хотя врачи говорят, в группе риска диабета в основном пенсионеры. Очень часто они ходят и никак не чувствуют. Они ходят с ожирением, с некомпенсированной гипертонической болезнью, да, с высокими сахарами. А никаких они жалоб не предъявляют. Вот этим это опасно. Если у пациента находят нарушение, его отправляют на дальнейшее обследование. По месту жительства или в региональный эндокринологический центр. По статистике склонность к диабету выявляют у 7% посетителей мобильного центра. А ездит он по всей России. В Кировской области машина-лаборатория проведет 5 дней. Два из них 8 и 9 апреля на театральной площади столицы региона. Оба дня будут стоять с 10 до 17 часов. И завтра же она после 17 отправляется в Кирово-Чепецк, где она тоже будет подключена к автономному питанию. Жители Кирово-Чепецка провериться на диабет смогут 10 и 11 апреля. А 12 числа мобильный центр сделает остановку в Котельниче. Евгения Демина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.